Поговорим о преимуществах красного игрока над синим во время игры. Есть примерно одинаковая карта, на которой играют игроки, да? И бегают, и делают примерно одни и те же вещи, допустим. Вот точно такая же карта примерно есть у синего. Вот он тоже бегает, точно так же захватывает шахты, но заметим, что делает он все это после красного игрока, который ходит первым. Вроде они все делают в одном и том же порядке, но с той лишь поправкой, что красный игрок всегда на шаг впереди из-за того, что все-таки он ходит раньше. Скажете, ну и ничего страшного, все нормально, но, ребят, не тут-то было. Сейчас мы с вами это наглядно увидим. Это все идет до поры до времени. И вот мы видим, как практически добежал до золотой шахты уже красный игрок. Синий тоже не стоит на месте, вот он захватывает шахту. Тоже пытается бежать до красного игрока. Смотрите, чуть-чуть не хватило добежать до города и чуть-чуть не хватило добежать до красной шахты. Но четвертый день начинает именно красный игрок. Он забирает золотую шахту, он забирает город в этом городе. Он ставит таверну, покупает какого бы то ни было нового героя, делает скупку в этом городе. Благодаря тому, что он раньше взял этот город. Он убивает вражеского героя за счет перевеса по армии. Каким-нибудь образом, да? Этому игроку приходится отступать. А он в этот же ход продолжает проводить разведку, покупать новых героев. И каждый из таких героев, бегая по карте, начинает отжимать все то, что соперник так долго пытался со своей стороны накопить. То есть на следующий ход уже будут потеряны все или почти все шахты. И даже главному городу будет большая угроза. А все из-за того, что красный игрок в тот же день, в который и синий, мог захватить золотую шахту и город. Но из-за того, что он ходит первым, он раньше это сделал и сразу же получил преимущество. Убил героя, докупил себе армии и начал возвращать даже некоторые шахты, которые уже сработают ему в плюс, а не синему игроку. Но это еще полбеды, ребят. Синий игрок, допустим, выкупает своего главного героя назад и начинает копить армию. Думает, ладно, едь ко мне, я тебе попробую дать отпор. Но дни идут. Уланд бегает, отжимает одни шахты. Кира бегает, отжимает другие. Довольно быстро. А мы с вами отстраиваем, например, вот этот город. И здесь начинает копиться армия. А для сращивания цепочки мы с вами купим еще какого-нибудь героя. То есть, чарна. Она готовится к финалочке. Ну и потихонечку начинает подъезжать к главному городу. Из-за того, что все шахты уже к этому моменту практически отжаты у синего, он сидит и ждет. У него невозможности скупаться толком нет. Ничего. А наоборот, все хорошо идет у красного игрока. Он продолжает строиться, продолжает получать всяческие преимущества и так далее. Ставим цитадельку, чтобы побольше армии. Смотрите, сейчас седьмой день. Допустим, каким-то образом насобирал себе хотя бы на цитадельку синий игрок. Чтобы усложнить жизнь сопернику, даже наделал единичек. Думает, ладно. Попробую дать тебе максимальный отпор. И смотрите, какая ситуация. Красный игрок, если будет атаковать соперника синего на седьмой день, он знает, что если я убиваю героя внутри города, соперник теряет главного героя. Раз. Во-вторых, этот город становится мой. И на следующий день здесь будет новый прирост армии, который достанется мне. Но при этом я атакую тоже с приростом только первой недели. То есть, по сути, сейчас будут воевать два прироста одной и той же недели. Затея довольно рискованная. Здесь, конечно, не особо потому, что перевес существенный. Но вообще, к этому моменту могут быть у обоих игроков примерно равные по силе армии. Что с этим делать? А ничего, в общем-то. Дождаться первого дня второй недели. Синий игрок все равно будет ходить позже. Раньше будет ходить красный игрок. Поэтому вы делаете максимальную скупку. Синий игрок не может скупиться по причине того, что он будет ходить только после вас. Давайте удалим лишних героев. По цепочке армия передается вместе с баллистой на главного героя. И посмотрите, вы приедете воевать с соперником, имея в своем активе уже армии из двух недель. А соперник не может скупиться. Поэтому вот этот вот момент, который сейчас произойдет, когда на первый день любой недели с новым приростом атакует игрок, который ходит раньше игрока, который ходит позже. Это называется... Ну, если это красный нападает, то Red Rush. Если синий нападает на следующего, там, на коричневого, это Blue Rush и так далее. Так вот, Red Rush. Видите, насколько огромнейший перевес получается, противостоять которому, конечно же, крайне-крайне сложно здесь. Понятное дело, что синему игроку придется здесь держать поражение из-за того, что, ну, слишком огромен перевес в армии. И эта битва может идти, в принципе, довольно-таки долго, но результат ее будет все равно предрешен. Поэтому вот это вот, пожалуй, два основных преимущества красного игрока. Это то, что он всегда на шаг впереди, если он действует грамотно, играет на опыте. И второй момент, это возможность его так вот Red Rush. Играя по правилам портала Herois World, такие Red Rush'ы на некоторых шаблонах и картах запрещены. На некоторых разрешены, в основном разрешены там, где идет торговля за цвет. Но многие торгуются именно за красный цвет, чтобы быть всегда на шаг впереди и иметь возможность Red Rush'ить. Даже с учетом того, что у синего есть свои преимущества, о которых мы с вами тоже говорили. Плюс есть такое поверье в героях, что красному игроку лучше сдает расклады и лучше дороги и сами зоны получаются. Из-за того, что зона красного появляется раньше, чем зона синего игрока, на нее не давят в этот момент никакие другие зоны. А когда появляется зона синего, уже какие-то зоны на карте есть. И они могут где-то сдавить зону синего, она окажется меньше, ему и по дорогам может хуже в итоге получиться. Но тут, честно говоря, как повезет. То есть мы можем говорить о том, что в теории вроде как так, но на практике рандом это дело не такое уж сильное и предсказуемое. Вполне может оказаться, что и синему сдаст лучше, особенно если эта зона появится в какой-то части карты, где остальные зоны все-таки давить не будут. Потому что он может появиться и возле красного, например, своей зоны, а может появиться вообще где-то в подземелье или вообще в какой-то другой зоне. Или части карты. Теперь поговорим с вами наоборот о преимуществах синего игрока над красным во время игры. Так вот, когда начинается игра, красный начинает ходить и у синего, понятное дело, ситуация абсолютно не ясна. То есть при принятии решения рестартить или не рестартить ту или иную игру, приходится ориентироваться только на свой расклад. То есть ты там пробиваешь что-то, разбегаешься, пытаешься посмотреть как можно лучше на ту ситуацию, которая творится вокруг тебя. Покупаешь побольше героев и тому подобные моменты. На синего игрока ориентироваться не можешь, он еще ни героев не покупал, ничего не собирал. То есть все зависит только от тебя. Причем, если ты не берешь рестарт на первый день, тогда тебе уже придется тратить два рестарта на второй. Если даже ты посмотришь, то оказывается синий игрок больше героев купил, больше ресурсов собрал. Он уже, может быть, даже второй город в первый день завоевал. То есть в этом плане красный игрок будет очень и очень сильно уязвимым. Поэтому складывается такая ситуация, что красный игрок не только вынужден первым принимать решение, играть или не играть тот или иной расклад. Он еще и вынужден это решение принимать, абсолютно не зная ничего о действиях соперника. И он, скорее всего, вынужден будет раньше потратить все свои рестарты, чем синий игрок. Конечно, можно там подходить более грамотно, пытаться специально покупать, например, больше героев для того, чтобы синий игрок подумал, что у вас классный расклад. А у вас, например, ну, золото и правда там худо-бедно вы нашкребали, но ужаснейший просто расклад. И таким образом можно заставить синего зарестартить. Он подумает, не, ну это сильно жирно, не буду рисковать. Вторая хитрость есть довольно интересная. Это когда вы специально в таверне на первый день светите какого-то топового героя. Там какой-нибудь Грин Дан, Луна и Сир Мюллих, к примеру. И соперник, видя это, понимает, что да, ну не. Лучше начнем-ка мы играть нормально, а у вас расклад тоже плохой. Вы его светите специально, чтобы хоть какая-то надежда у вас появилась на то, что соперник зарестартит. Ну, это уже такие мелкие хитрости. Едем далее рассматривать преимущества синего игрока. Ну и там третий герой, например, тоже разбежался, да. Передается ход синему, и что синий видит? Во-первых, пока ходит красный игрок, эта фишка работает только в первый день. Вот если ты ходишь позже, чем первый игрок, ты можешь постоянно нажимать клавишу G и Enter. И в окошке, где виден герой, там будет показываться тот герой, на котором больше всего армии. И этот герой может меняться. Таким образом, ты можешь иногда видеть некоторых героев, которые сопернику будут заходить. Некоторые, так называемые, любители игры, они могут сидеть и вот так вот постоянно даже клацать. И следить за теми героями, которые зайдут. И тогда синий игрок уже даже узнает, опа, какой-то хороший герой проскочил. Но опять же, для красного игрока, если вы хотите, чтобы какой-то важный герой не был спален, во время первого хода не передавайте этому герою ни в коем случае самую сильную армию из всех героев, которые у вас есть на открытой местности или снаружи замка. Герой с армией внутри города, который сидит вот таким вот образом, он, ребята, не учитывается. И вы должны понимать, что если вы купите героя, например, с горгулькой, а у вас на карте не будет ни одного героя, у которого будет армия сильнее, чем горгулька, соперник его в таверне сразу же увидит на первый день. Поэтому, возможно, есть смысл либо очень быстро его купить и поменять вот так вот, чтобы соперник не успел прокликать. Причем поменять и нажать кнопочку, чтобы это обновилось. Быстренько поменяли, нажали кнопочку, все, оппонент не успел засветить. Ну, опять же, там 50 на 50, повезло, не повезло вам, насколько быстро работает ваш соперник. Либо же сразу же формируйте армию, то есть передавайте большую часть армии каким-то менее важным героям, например, на луну, да, вы всю армию необходимы... Вот так вот, например, луну вы купили, да, быстренько ее поменяли, передали армии, кликнули, и она у вас уже, может быть, даже и не засветилась. Запомните следующую вещь. В таверне всегда светится у вас тот герой, на котором оставлена самая сильная армия. Причем не та армия, которая, вы думаете, самая сильная, а та армия, которая самая сильная считается по версии самой игры. Вот у нас, например, на одном герое есть 10 гогов, на втором один троглодит и одна гарпия. Понятное дело, что 10 гогов самая сильная армия из имеющихся, поэтому этот герой будет в таверне. Вы можете зайти в логово воров, кликнуть и посмотреть. И правда, у вас светится калх. Поэтому в конце хода, если вы не хотите, чтобы ваш герой светился, чтобы не светились его статы, а статы героя соперник может видеть, когда у него станет 2 и более городов с отстроенными тавернами, все, что вам нужно сделать, это просто разогнать главного героя, и вы таким образом делаете сразу два дела. С одной стороны, вы даете больше очков перемещений вашему герою, поскольку он переночует без армии и останется на разгоне. А с другой стороны, вы будете светить статы теперь уже джелара. Вот если вы опять нажмете клавишу G, смотрите, у вас уже джелар светится. Таким образом, вы даже до финального боя можете прятать своего главного героя, и соперник даже понятия не будет иметь, кого вы качаете, через кого вы играете, к чему сопернику нужно готовиться и так далее. Потому что обычно, когда вы следите за таверной, и видите каких-то нераскачанных героев, там со статами такими 2-1-1, там 1-0-3-2, 2-2-1-1, ну то есть такие, знаете, герои с 1 по 5 уровень, слабенькие, вы понимаете, что это не главный герой соперника, и вы будете понимать, что он кого-то прячет. И в тот момент, когда соперник в таверне засветит главного героя, это может стать признаком того, что этот соперник уже где-то ушел со своей территории далеко, и он перестал разгоняться по очень простой причине. Потому что он находится в какой-то зоне, где уже может быть финальный бой с вами. Может быть, конечно, и вариант, когда соперник просто не смог разогнаться, там где-то какие-то герои не достали до главного. Да, такое бывает. Но также нужно учитывать и тот вариант, что соперник, возможно, уже вышел в какую-то трежерную зону, или идет к вам и так далее, и он разгоняться не может, потому что если он разгонится, он понимает, что его могут атаковать и убить главного героя. Поэтому все вот эти вот разгоны, запомните, можно делать на своей территории, и на ближайших территориях, если они не соприкасаются с соперником. Также нужно понимать, что если уже идет третья неделя, например, то на третьей неделе даже на своей территории уже опасно разгоняться, потому что соперник даже на Excel с подземельем карте уже в какие-то моменты может к вам доставать. И это важно понимать. Разгон это очень опасное дело. На первой неделе можно разгоняться без проблем, в начале второй недели тоже обычно можно разгоняться без проблем, но с конца второй недельки и на третьей там вы уже смотрите по особенностям шаблона, насколько далеко соперник находится, через таверну отслеживайте, насколько он быстро или медленно развивается. В общем, очень много информации нужно анализировать, и на основе этого анализа уже может где-то рискнуть, где-то сыграть на опыте. Но это уже, опять же, придет со временем, далеко не сразу. И не забывайте в конце хода через клавишу G проверять, какой герой у вас светится, устраивает вас это или нет. Если не устраивает, то быстренько армию перекиньте на какого-то другого героя и не палите своего главного героя. Начиная со второго дня, кликая клавишей G, постоянно соперник уже не сможет отслеживать, какие у вас герои появляются. Эта фишка работает только на первый день, и то, если ее не пофиксили. Ну, вроде, пока что я не слышал об этом. Помимо этого, понятное дело, вы ходите позже, и вы уже видите, что у соперника, вот, например, сколько-то героев есть. Хорошо. Вы тоже начинаете разбегаться, покупать героев со своей стороны. Ну, тут, ладно, мы тупанули. Купаем побольше героев. Пытаемся разбежаться адекватно, чтобы тоже принять решение, играть или не играть тот или иной расклад. И, покупая каждого героя, не забывайте нажимать клавишу G, чтобы смотреть. У соперника героев все еще больше, то есть у него больше, чем два героя. Хорошо. Но это пока еще мало о чем говорит. Смотрите дальше. Покупаете еще героя. Опять же, нажимаете клавишу G, и смотрите, вы сравнялись. Все, автоматически вы понимаете, сколько героев есть у соперника. От количества героев обычно зависит жирность расклада. Чем больше героев соперник копил, тем больше золота ему накидало. И тут вы уже трижды подумаете, играть или не играть вам тот или иной расклад. От этого может многое зависеть. Поэтому синий может дождаться, когда у красного не останется рестартов, а потом со своей стороны спокойненько все это дело разыграть. Также, когда синий играет после красного, вы сразу же увидите, что соперник захватил второй город. У него вот здесь вот красный флаг будет на первом месте находиться, а ваш синий станет на втором. Вы будете знать, что город захвачен. Таким образом, вы можете его тоже законтрить. Причем, вы его можете, ну, в начале игры, пока у вас один город, контрить только по городам и героям. Смотрите, он больше купил. Вы тоже можете купить больше. Смотрите, у него там все плохо. Значит, у вас все очень даже хорошо. И так далее. Если вы захватите больше городов, вы еще и по экономике сможете отслеживать его ситуацию. Помимо этого, у вас появится возможность вдобавок ко всему отслеживать, как он отстраивает город по тому, какой сильнейший юнит у него будет появляться. Как только у соперника появятся виверны или ангелы, вы будете знать, что либо соперник их отстроил, либо взял улик, либо взял консерваторию грифонов. Что тоже очень важно. То есть вы должны постоянно следить за темпом развития вашего соперника. И в зависимости от этого вы будете уже при получении информации анализировать, насколько вы отстаете или впереди по темпу в соотношении с вашим оппонентом. В подобных стратегиях важно еще и рассчитывать свои очки перемещения. Например, вы здесь встали. Вы должны понимать, сколько шагов вы будете тратить. А как считать шаги, мы с вами уже научились. Мы знаем, сколько по той или иной местности, по той или иной клеточке будет герой тратить очков перемещений. Можем, например, куда-нибудь убежать. И герой, который у нас здесь прятался, он может просто сделать вот так вот. Захватить шахты, стать на место. Синий посмотрит, что у него шахты забрали, например. Попробует их вернуть себе назад, чтобы они не достались сопернику. Но красный, в свою очередь, может продолжать издеваться и точно так же возвращать их и садиться на место. Понятно, что эти бонусы будут все равно приносить синему. Но вы, во всяком случае, будете одного из героев соперника заставлять стоять здесь и заниматься ерундой, вместо того, чтобы куда-то бежать и чем-то заниматься. Смотрите, допустим, красный игрок захватывает какие-то либо шахты, либо города, неважно. Как только он их захватил, они ему не дают никаких бонусов. И для того, чтобы эти бонусы ему пришли, ему необходимо будет сейчас подождать. Ему надо, чтобы настал следующий день. Но когда он передает ход, второй день не наступает, потому что еще этот день не отходил синий игрок. И синий игрок может на свой ход просто взять и отжать назад и города, и шахты, неважно, что там соперник себе завоевал, в том числе и внешнее жилище. И все эти плюсы с этих шахт пойдут именно синему. Вот вы можете посмотреть все к нему. В итоге получается, что когда наступает второй день, снизу можете посмотреть, количество ресурсов у красного никак не изменилось. Он может попробовать снова пробежаться, опять забрать все эти шахты. Но синий на свой ход точно так же может опять взять и все эти шахты вернуть себе. И так может продолжаться очень долго, и синий будет продолжать получать постоянно преимущества, а красный ничего не сможет с этим поделать. Это огромный плюс для синего игрока. Была даже партия с ночным троллем, когда с помощью именно преимуществ синего игрока. Я отжимал у оппонента постоянно захваченные шахты. Он покупался на этот прикол, постоянно пытался их забирать себе и просто тратил время зря. А мне это работало постоянно на руку, игра затягивалась, и я все лучше и лучше уходил в экономике вперед. И смотрите, допустим, мы поехали с вами повоевать. Потратили там ману. Неважно сколько. На проведение боев пока не обращайте внимания, мы говорить о них будем позже. Сейчас нам главное не правильно проводить бои, а правильно изучить некоторые особенности. Маны становятся все меньше и меньше. хорош. Ну и последняя мана у нас уходит сюда. Так, мы остались без маны, да, то есть красный игрок. Но у нас отстроена гильдия магов, и мы садимся в этой гильдии пополнить ману. И при этом мы с вами становимся на разгоне, да. Медленных существ мы ставим вверх, помним, да, мы таким образом разгоняемся с вами. Те, кто стоят вверху, они не учитываются у нижнего героя, поэтому мы остаемся на пятой скорости вместо третьей или четвертой. Будет пятая скорость. И как сейчас может синий подловить красного? Для того, чтобы у нас мана пополнилась, должен настать следующий день. Но, как вы уже поняли, следующий день не успеет настать по причине того, что сейчас будет ходить синий еще на этот же день, который тоже там может скупиться при желании, у которого еще мана будет не потрачена по каким-то причинам. И он может подловить. Мало того, что он сейчас будет вас атаковать с маной, у вас маны не будет. Смотрим, у Ведамины 0 маны, а у вас 30. И, понятное дело, он может попробовать вас здесь перебить. Но мы рассмотрим с вами другой вариант. Вы помните, что вы разогнались на пятой скорости как таковой, да? Допустим, что на месте Теодора был какой-то герой-лошок, который напал на вас специально. Вы скажете, а для чего лошком нападать на вот такого вот героя-соперника? А все просто. После нападения вся армия, которая была вверху, она падает в слот главного героя. И таким образом, вместо пятого разгона будет третий. Потому что все то, что вы оставляли внутри города, оно упало вашему главному герою. И ваш главный герой таким образом теперь остался без разгона. Это называется сбить разгон. Видите разогнанного важного героя, оппонента внутри города? Лошком атакуете, сбиваете разгон. И можете дальше уже сбегать при желании. это это очень удобно. В свою очередь, если произойдет абсолютно обратная ситуация, то синий игрок успеет пополнить ману. Вот мы возьмем, например, какую-нибудь Айслен. Подъедем, в общем-то, к городу, чтобы его штурмовать. Но, допустим, мы немножко не дотянулись. синему игроку надо сначала найти, где эту ману потратить. О, кстати, а почему бы ее не потратить прямо в этом же бою? А на следующий ход приедет новый герой. Начинаю подходить. и тратится вся или почти вся мана. Ну, в данном случае почти вся мана. Да? И после проведения боя вы, например, садитесь пополнять ману. Точно так же остаетесь на разгончике, например. Но прикол в том, что при передаче с синим игроком хода после него уже никто не ходит, поэтому он автоматически успевает пополнить ману. Если кто-то будет, конечно, после него ходить, то он не успеет, потому что следующий игрок на этот же день еще будет ходить. А здесь, к примеру, покупается новый герой, или даже два, для того, чтобы побольше армии было в наличии. И этот герой пытается, во-первых, сбить разгон, а во-вторых, подловить соперника, который только что на нем же потратил ману. Но каково его удивление, что Теодор уже пополнил ману полностью, потому что настал следующий день. И Теодор, находясь внутри города, может просто так же магией все это дело разбивать, пытаться в пути прах. Правда, не очень удачный пример. Здесь еще и сопротивление магии срабатывает. Пошел. Тут и башенка должным образом не отстроена. Да, ну в любом случае мана пополнена. Здесь просто неудачный пример в том плане, что и снова резист. Да, сопротивление здесь очень сильно решает. Второй раз сопротивление магии срабатывает. Ну ладно, здесь понятно в принципе что он выиграл. Здесь без вариантов. Надо было просто не скупаться. Тогда это было бы нагляднее видно. А так конечно однокалиточно получается. Попытка здесь как-то окружать, но мана не резиновая. постоянно это делать не получится. Да, тут без вариантов. И заметьте, что герой, который находился внутри города, он погибает. герой, что